В сегодняшней Москве нет никакой проблемы купить свежие фрукты и овощи. Достаточно зайти в любой сетевой супермаркет, в пятерочку, в перекресток, и ты обнаружишь специальный развал, где выложены и помидоры, и огурцы, и картошка, и морковь, и все, что тебе нужно практически для жизни. Но при этом существует большая группа людей, которые продолжают покупать овощи и фрукты на рынке. Давайте сегодня разберемся, почему эти люди так делают, почему я так делаю, и в чем преимущество такого способа покупки. Разбираемся в этом выпуске. Если вам интересно, обязательно досмотрите это видео до конца. Привет, привет всем, вы на канале Плохой Звук, на канале о Москве. Все же, почему стоит в какой-то момент своей жизни отказаться от покупки продуктов в сетевом супермаркете и отправиться на рынок. Но мне кажется, что здесь как бы нет какого-то радикального противоречия. Одно, в принципе, не исключает другое и вполне может дополнять и компенсировать. Понятно, что если тебе просто нужны, не знаю, огурцы и помидоры для салата на вечер, ну, гораздо проще купить их в супермаркете, гораздо проще купить их возле дома и особо не переживать. Но если ты там хочешь закупить большое количество фруктов, большое количество овощей, там, не знаю, на всю неделю, то мне кажется, гораздо лучше отправиться на рынок. Первая причина, почему это стоит сделать, ну, это тупо дешевле. Да, если посмотреть на прилавок, не знаю, вот на рынке или посмотреть на прилавок с его супермаркета, многие продукты, они будут сопоставимы по цене. Тем более, что в супермаркетах часто бывают всякие акции, когда, да, там, вот, не знаю, какая-нибудь черешня, которая стоит 250, внезапно начинает стоить 150. Тогда, наверное, она может быть даже и дешевле, чем на рынке. Абсолютно не стоит пренебрегать такими акциями. Если вы их видите, конечно, им не стоит пользоваться. Но в целом, опять же говорю, если вы хотите купить много овощей и фруктов, не только огурцы, помидоры, ну, и, там, не знаю, абрикосы, виноград, если вы будете все это покупать в сетевом супермаркете, вам это выйдет гораздо дороже. Степень дешевизны, дороговизны, она довольно относительна, потому что в какой-то сезон, действительно, эта дешевизна может быть и не такой большой, а вот в отдельные месяцы она может, там, достигать, там, и 2, и 3 раза. В моем случае, если мне нужны вот свежие овощи и фрукты, я отправляюсь на Либерецкий рынок. Да, может показаться, что он где-то находится в глубоком Подмосковье, но если посмотреть расстояние от того же Выхна, про который у нас был отдельный ролик, то там ехать на буквально 10 минут. Главная сложность, наверное, мне кажется, когда попадаешь на рынок, то, что вот много всяких разных развалов, если ты, зайдя в перекресток, ты вот, у тебя есть прилавок, на котором лежит, там, два вида картошки, там, не знаю, за 100 рублей и, там, не знаю, за 50, и ты вот между ними выбираешь, какой ты в итоге покупаешь, что здесь, как бы, на каждом прилавке разные, разная продукция, и, ну, тебе действительно тяжело сориентироваться. Но в этом минусе есть, наверное, самый главный плюс. Ты не знаешь не то, что в пятерочке, но даже в перекрестке такого разнообразия продуктов, которые есть на рынке, даже вот на, условно, либерецке. Можешь увидеть, наверное, на каком-то прилавке и 3, и 5 видов помидор, там, разные баклажаны, разные дыни. Также на разных прилавках, там, условно, огурцы могут стоить, там, и 60, и 70, и 80 рублей, и ты тоже можешь, как бы, оценить, насколько тебе визуально они нравятся, и насколько они тебе нравятся по вкусу. Еще один минус, конечно, рынков большой, это, конечно, то, что там, по сути, не принимают безналичную оплату. Точнее, как бы, есть вот отдельные палатки, где стоят терминалы, но это прям реальное исключение. Это, как правило, палатки, которые находятся прям вот при входе на рынок. Видимо, они просчитали и решили, что вот им выгоднее терминал поставить. Другие же, как правило, просто просят перевести им деньги переводом, ну, и с удовольствием принимают наличные, если у тебя есть наличные сегодня. Не, на вторая главная причина, почему стоит отправиться на рынок, на рынке, ты можешь найти много чего того, что ты в магазине просто не найдешь. Не потому, что магазин какой-то плохой, но просто магазин, он заточен под какую-то массовую продукцию, да, то, что покупает москвичный вот каждый день себе, но при этом какие-то там ягоды, какой-нибудь кизил, ежевику, или, там, не знаю, малину, ты вряд ли найдешь в сетевом супермаркете. Да, или ты найдешь, но она будет стоить, ну, какие-то космические деньги. Это касается огурцов и помидоров, да, там, да, ты, как правило, найдешь там и длинные огурцы, и короткие огурцы, но вот все равно этот твой выбор будет крайне ограничен. Также касается помидоров, да, там, ну, да, сейчас мы тоже видим, что и в сетевом супермаркете бывают несколько видов помидоров, там, два-три стабильно, и розовые, и красные, какие хочешь, но вот все равно на рынке число этих видов, оно в разы больше. Ну, наверное, мне кажется, самое главное преимущество, почему люди покупают на рынке, это вкус. Понятно, что вкус это понятие субъективное, и наверняка есть люди, которые говорят, что вот, там, персики из пятерочки, или, не знаю, черешня из магнита, это лучшее, что они ели в своей жизни. Но, мне кажется, количество таких людей, оно минимально. Большинство людей, если вот там устроить какое-то слепое закрытое тестирование, они, конечно, при прочих равных выберут продукцию с рынка. При этом это не означает, что вся продукция с рынка вкусная. Опять же, говорю, нужно выбирать, нужно периодически, нужно выбирать, нужно знать места, нужно пробовать, но вот, если найдешь то, что тебе нужно, это, конечно, будет гораздо вкуснее, чем продукция из магазина. Сложно сказать, я не изучал детально, да, там, как происходит логистика в сетевые магазины и на рынок, может быть, с этим связано, может быть, просто она, там, не знаю, дольше лежит на каком-то складе, и поэтому она не того вкуса. Либо вот эти жесткие требования торговых сетей вытесняют качественную продукцию, и она вот ищет другие каналы сбыта, в том числе через рынки. Ну вот, наверное, и все, что вкратце можно рассказать про овощные рынки, но если вам эта тема интересна, пишите в комментариях, мы обязательно к ней вернемся в дальнейшем. Также обязательно пишите в комментариях, покупаете ли вы какие-то продукты, овощи, фрукты на рынке, какие рынки вам нравятся, какая там продукция, на что стоит обратить внимание. Также напоминаю, что если вам это видео понравилось, можно подписаться на канал, поставить лайк, и написать, какие еще темы вы бы хотели на этом канале увидеть. Ну а мы увидимся уже в следующем ролике, обязательно оставайтесь с нами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok